Самое вкусное блюдо готовят мужчины. Приготовим израильскую шакшуку. Смотрите, всё подробно показываю. Сначала мелко нарезаем лук, а в это время поставим сковородку на огонь с растительным маслом. Затем этот лук будем обжаривать. Возьмём чеснок, почистим его. А вот мужчины, знаете, как готовят? Они вот в баночку, вот в такую, закладывают, и вот так с крышкой трясут. И чеснок очищается. Вот первый раз видела, что так чистят чеснок. Но очень интересный способ получается. При этом чеснок очень быстро очищается. Теперь мелко нарежем чеснок. Чеснок добавляем в лук. И тоже тушим. Следующий этап у нас лимон. Нарезаем лимон как мелкими, такими кружочками. Полукружочки закладываем на сковородку и тушим вместе с луком и чесноком. Теперь нарезаем помидоры тоже. Помидор напополам, а потом вот на такие мелкие кусочки. Режем и отправляем тоже на сковородку. Опять помешаем. Еще добавили помидоры. Вот два помидора у нас крупных. И перемешиваем. Все это тушим. Теперь мелко нарезаем грибы. У нас шакшука будет с грибами сегодня. Добавляем грибы. Перемешаем грибы. Добавляем соль. Добавляем перец черный, молотый. Добавляем орегано. Еще добавляем восточные приправы. Теперь добавим воды. И опять все это будем тушить. Несколько минут. Вот так мы тушим минут 5-7. Все это в сковороде. Овощи, грибы. И чуть-чуть мы добавили воды. Все то, что у нас здесь тушится, мы закрыли крышкой. И теперь под крышкой еще будем тушить минут 5-7. Вот у нас такого цвета получается наша смесь овощная. Это из-за того, что мы добавляли тоже сюда приправы. Главная фишка шакшуки, это правильно положить в эту смесь яйца. То есть вот их так кладут равномерно по всей поверхности. И они как бы утопают в этой смеси. И таким образом готовятся. Теперь мы все это накрываем крышкой. И до готовности несколько минут опять тушим уже. У нас свой рецепт приготовления шакшуки. Не классическая шакшука, поэтому мы туда еще добавим сыр моцарелла и грибы. А в классическую шакшуку грибы и сыр не добавляем. Вот смотрите, что уже у нас получается. Вот так у нас выглядит наша шакшука. И сейчас мы туда по семейному рецепту будет очень вкусно. Добавим сыр моцарелла. Вот как классно выглядит наша шакшука. Еще сколько минут тушить? Пять? Еще минут пять будем тушить. Так, а вот сверху мы опять посыпаем орегано. Вообще на Востоке специи, конечно, используют разнообразные. Это здорово. Наша шакшука уже готова. Сейчас можно будет ее кушать уже. Приятного аппетита! Рецепт я вам выложу в этом видео. Так что пробуйте приготовить шакшуку по нашему семейному рецепту. Так что мы будем делать шакшуку? Да. Рецепт я вам покажу. Пока.